Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск касается каждого. Спасибо за ваши лайки, комментарии, мне очень приятно, YouTube тоже это ценит, тем самым больше рекомендует, а я с большей радостью смотрю с вами новые выпуски. А что мы сегодня смотрим? Тайна странной квартиры. Что там за квартира, чем она странная? Давайте вместе с вами разбираться. Здравствуйте, это ток-шоу на Интере, касается каждого программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Когда за закрытой дверью хоронят целый мир. Это 39-летний Николай Хомич. Почти всю свою жизнь он провел в этой квартире, в многоэтажном доме в самом центре Калуша. Взрослый мужчина не умеет читать, писать и самостоятельно себя обслуживать. Он даже не может рассказать, как жил все эти годы. Николай с рождения глухонемой. Несколько недель назад медики буквально спасли его из плена собственной квартиры и привезли в Снятинский психоневрологический интернат. Прибыл Микола в неохайном выгляде. Был нестриженный, с долгим волоссям, неголенный, с бородой, грязный, немитый. Более 30 лет Николай вообще не выходил на улицу. Соседи вспоминают, что последний раз видели его еще совсем маленьким мальчиком. Родители Коли вели закрытый образ жизни и не пускали на... То есть мальчик был физически здоров, да, он не слышал, глухонемой был. Но типа он двигался, не то что с рождения он такой стал. То есть так довели родители до такого. Порог ни родственников, ни соседей. Двери странной квартиры открылись в конце февраля. Когда с потолка у Степани и Гривнак в очередной раз полились нечистоты, она поднялась к соседям и постучала. Тогда за долгие годы ее впервые неожиданно впустили. Через несколько дней после смерти главы семьи и странной... Жесть какой тут срач. Просто посмотрите на это, серьезно. Охренеть. Вот это свалка. Прикиньте, как там реально воняет. Квартиры снова послышались стоны и крики. Звоню я до нее. Шура, открой, будь ласка. А она говорит, не могу встать. Вызови врача. Боже, думаю, то что за кара на меня? Коля дуже сидит там и у-у-у-у. Так не завжди у кого так. Что произошло в жизни этой некогда счастливой семьи? Почему 30 лет родители прятали сына в квартире? Нашим редакторам удалось взять эксклюзивное интервью у матери Николая. Расскажите о Коле. О Коле я могу сказать. Сегодня в студии... Так, судя по всему, там и мать как бы тоже душевно больная. Касается каждого, мы попытаемся раскрыть тайну странной квартиры и выяснить дальнейшую судьбу ее жильцов. Тема эфира «Тайна странной квартиры». И сегодня в нашу студию приехала жительница Калуша, которая много лет пыталась достучаться до соседей. И, возможно, именно ее настойчивость спасла сразу две жизни. Я приглашаю к нам Степанию Гривнак. Доброго вечера всем. Багато роков мои соседи закрылись от всего мира. Не хотели пускать в свой дом никого. И мы никак не могли до них достукаться. Что вы можете рассказать про эту родину? Прожили мы с ними 40 лет в одном подъезде. Батько был такой приветливый, мог общаться с соседями. Но мать там вообще абсолютно... Короче, я так понимаю, когда было, что батя жив, еще каким-то образом там справлялись. Мужика не стало, и вообще стало полная страха. Она не пускала в свою квартиру. Сина закрыла маленького. Он был глухонемый, не мог он говорить. Но еще до 5 лет, я как его видела, может, один или два раза, то он бегал, грався рядом с домом, а потом сдали его глухонемых. Там он был месяц, может, два. Она его забрала. И как сама Шура пояснила, почему она его забрала? Она сказала, нет, его там обижают. А как она с ним общалась? Адже, парень, я так понимаю, был с определенными вадами. С вадами, так. Я навіть не могу вам сказать, какое там могло быть спілкувание. Я могу уже рассказать вам, как в этом времени, как я его видела уже оттепер. Он очень элементарно еду не видел. Он, наверное, кроме хлеба и чая ничего не ел, потому что он не понимал, что такое помидор. И как мы принесли ему помидор, он их кидал под ноги. Ну, чекайте, то чим они харчувалися там? Хлеб, булочка, чай. Может, какие-то макароны. Как вы это поясниете, почему она так занедбала родину? Мила перенесла инсульт 15 лет назад. Вона, Шура, мать Коли. И после того, в ней все склалося так очень, знаете. Вона вообще не хотела с никим общаться. В квартире в ней была страшная грязнота. Коля не был, напевно, купанной, не знаю, сколько лет, может, и никогда. Роков? Роков. Как они жили до инсульта, до того, как это все сталося. Они ж, напевно, были нормальной родиной. Ну, чтобы полностью нормальной, такой, знаете, как должно быть, то нет. Не были такой, они чисто нормальной. Но они кудись выходили гуляти, кудись ходили, ездили. Я такого не бачила. Чтобы они гуляли, как мама, тато, дитина. Николи я такого не бачила. А где працювали? За какие деньги они жили? Батько працювало на химзаводе у нас в Калуши. Вона спочатку працювала тоже там, в долину, там, в таком местечко я доезжала. А потом уже лишилась с Колейю, так, как по догляду за ним. С кем из них вам вдалося за эти годы налагодить, будь-таки, какой-то контакт? С кем вы спілкували? Самое большее я спілкувалася с батьком Коли, покойным уже на данный час. Вон мог хотя бы вислухать. Бо Шура, я когда стукала в двери, вона всегда меня пыталась, что надо. Шура, вы меня затопливаете. От чего, самое большее проблема, у меня постоянно текла вода от них. И сколько лет вы так страдали от этих затопов? Останных 5 лет очень часто, могло быть даже каждый тиждень, какая Шура, вы не затопливаете. А вона мне сказала, у меня ничего не течет. Вона сейчас так сказала. Вон отсюда. Даже с ЖЭКО приходили. Один час тогда, как так сильно текло, то уже мы и милицию участкового викликали, и с ЖЭКО, и социальные службы. 15 лет вы так бороли, боролися в такий способ с вашими сусідами. 15 лет, остальных, то очень часто. Степан Юрь Михайловна рассказала, какой выход из ситуации пришел с ЖЭКО. Давайте послушаем. Воды текли постоянно, затопливали. Как у меня в квартире, так и на загальный коридор. Оце все, до этого времени все текло сюда потеками. Просто сделали ремонт и побелли немного, то она так меньше отменится. Три роки тому це був дуже великий потоп, бо це текла каналізація сміт. Це повністю все текло. До мене по стінах, оця вся панель, то все, що було вверху, все каналізація. Так, щоб дуже заметно було, що текло, то вже не дуже заметно, бо оце все мы знімали буквально повністю. Ну, там плінтуса пожовтіли вже. Повністю все знімали і робили оцей верх, все по-новому. Цей краник поставили на потолок, недорого стоїть. Майстри, самі вони мені запропонували, щоб перекрити воду, коли буде сильно текти. В такий випадок, як тече там, я перекриваю воду і потім вызываю сантехніка. Бо виходу інакшого не було. Інтересно, ви коли перекривали воду, як реагували сусіди? Ви знаєте, що на початках вони навіть не знали, що я їм перекриваю воду. Вони, мабуть, там ні не милися, ні нічого. Вони не орієнтувалися, мабуть. Аж пізніше я сказала, Петро, я вам перекриваю воду, якщо ви мене затоплюєте. Будете часто затоплювати, я перекрию взагалі. Скажіть, а де ж вони брали воду тоді, якщо ви їм її перекривали? Ніде не брали. Туалет не змивався, в хаті була страшна нагрязната. Отже, в кінці лютого все ж таки вам вдалося потрапити до цієї квартири. Що сталося? І охрініть. Почала вода текти з сантехніком разом. Ми задзвонили в двері. Вона відкриває і дивиться так. І каже до мене, муж умір. А кажу, коли? А вона каже, я не знаю, я спала. Я стала ближче, так, знаєте, подивилася. Лежить на дивані, накритий. Кажу, а знаєш, що ти його так понакривала? А, у нього муж умер. І він просто в хаті лежить. І вона нікого не вызывала, просто накрила. Я думала, там, знаєте, вже умер. Хрест знаєт, коли? А у нього труп просто в кімнаті лежить. Она каже, зовсім холодний. Я стала, кажу, Шура, ну як, що то? Так, треба щось робити. А вона тоді подивилась, каже, прийшу тебе, позвоні, куди треба. А загалом ви ж потрапили в цю квартиру, в яку не могли потрапити дуже багато років. От, ваше перше враження, що ви там побачили? Все було розкидано, все. Там порядку взагалі не було. На підлозі були і банки, і склянки. Мене, муж умер. А де він? Ну, от лежить. Бл***, холодний. Можешь позвонити куди-то. Можете. Бл***, просто брудно. Пиво від консервів, буквально все по всій квартирі. На кухні було дуже багато кружечок, штук 10-15. Всі грязні, страшенно засохші, брудні. І тарілки такі ж самі, що їду туди неможливо було навіть покласти. І коли помер голова родини, вас попросили подзвонити, куди треба. А чому самі не пішли по допомогу чи швидку викликати? Вона, мабуть, я так собі думаю, що вона прямо не могла це зробити. Ну, вона фізично не могла? Вона фізично, вона погано говорить. Останній тиждень вона вже на вулиці чомусь не виходила. Мене це збентежило. Думаю, можливо, пити, треба їдати чи їсти, ну не виходиш людина. Підійшла до дверей, постукала, кажу, Шура, відкри, як ти там? А вона каже, не могу встати, визові врача. Двери зачинені повністю. Я думаю, може я відкрию? Відкрити не можу. Позвонили в міліцію. Вони кажуть, приїдьте, будь ласка, відкрити якось їхні двері. Приїхали хлопці два, відкрили ми двері. Вона лежала посеред кімнати, табуретка впала, якась посуда на неї. Вона в грязному, в мокрому такому, в страшному стані. Вжахливо нацидив. А в цей час, де Микола знаходився? А Коля постійно сидів на кухні біля вікна. Тобто помер батько, він сидить. А він в туалет ходив під себе і просто в говні сидів? Я прошу прощення. Він сидить. Мама в такому стані, він так само сидить. В нього це одне було єдине місце. Він ходив тільки з кухні до спальні, щоб лягнути спати, як темні. А, тобто ходити він все-таки мог. Все, тобто не просто сидів. Тобто, скажімо, сходити по кудись, зробити свої нужні справи, він мог. Було, зранку світало, він вийшов біля вікна, сидів там цілий день сидів. І так всі 39 років він сидів? І там всі 39 років. Жах. Жах. Жах просто. Жах, знаєте жах від чого? Що те, що тече вода, дозволила вам постукати в ці двері і вам відчинили. А те, що там 20... Тупо чувак відсидів 30 років строгого режиму, реально. Просто. 39 років була дитина, яка не виходила на двір, і при цьому жило багато сусідів, і ніхто ніколи не постукав ці двері, щоб запитати. Стукали, стукали, я перепрошую. Але розумієте, ніде ті двері чомусь не відчинялися. Не знаю, з якої причини. От була ця дитина в школі, наприклад, чи місяць, чи два. Мати забрала. Чому ніхто не стукав? Куди ділася та дитина? Далі дитина стояла на обліку у психіатра. Чи один раз був лікар у нього на виклику, чи він бачив, в якому стані живе ця дитина? І чи жива вона до цього часу? Ніхто ніколи його не брав на ніяке лікування. Чому? І так, чому ж стільки літ ніхто не реагував на сигнали сусідів? Давайте спросимо у представителей ЖЕКа. Я приглашаю в студію Марію Клімішин. Добрий вечір. Про цю дивну квартиру ми дізналися, я сама особисто, три роки назад, куди поступило до нас звернення від пані Ольги, що затоплюється квартира поверхом нижче. Три роки тому? Не тридцять? Ні. І не двадцять? Ні, і не двадцять. Але, судячи з усього, тоді виходить, що сусіди, школа, педагоги, лікарі, ніхто нікуди не повідомляв. Так виходить, пані Марія? Ну, знаєте, ЖЕК займається такою роботою з надання позлу з утримання будинку і будинкової території. ЖЕК не заходить в кожну квартиру. А оце поступила заявка про аварійну ситуацію, що затопляться квартири, ми повинні були прийняти міри. Коли ми прийшли після звернення пані Стехи, працівників ЖЕК у квартиру не пустили. Знаєш, щоб визначити, яка там ситуація, що треба зробити. Визвали дільничого інспектора і прийшли з дільничим інспектором. І коли дільничий інспектор сказав, що будемо виламувати двері, аж тоді Олександра Миколайна нам відкрила. На той час там протікав трубопровід холодної води і була забита канонізаційна мережа в квартирі. Крім проблем з водопостачанням, що ви взагалі побачили в цій квартирі? В квартирі був дуже неприємний запах, антисанітарія. Там стіни всі чорні в квартирі. Дуже тяжка ситуація. А чи була цікава заборгованість за комунальні послі? Нема заборгованість. Не було? Так, у них навіть іде переплата за квартиру. Нашим журналістам теж вдалося побувати в квартирі, яку сусіді Каловської многоїтажки вже давно прозвали «Странній». Давайте ми посмотрим. Внимання на екран. Я зараз нахожусь в квартирі, в якій 39 років прожив Ніколай. Сосіді розповіють, що практично ніколи його не бачили, тому що мать їх не пускала на порог квартири. Дякую за перегляд! По словам родственників, именно эта комната, в якій проживали Ніколай з матерію. Семейний альбом. Здесь ми видим на фотографії Александру Ніколаївну і її мужа. Варенье, відкрітое. Скільки йому лету, дуже трудно определити. Якщо хочеш убити людину, насыпемо варенечко. Мені кажуть, там зразу власне склеюєш. Якщо час залишилося в цій квартирі і все замерло в цьому ужасному стані. Дякую за перегляд! 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 Папандополу? Прикольная фамилия, Папандополу. Двадцать четыре года. В десять лет он приехал от бабушки. То есть, еще четырнадцать лет, по сути дела, он был, когда мама была здорова. Я не говорю тут о психиатрии. Это, на мой взгляд, это ложная, понятая забота о ребенке, оградить вот такого особого ребенка от социума. Они его посадили в тюрьму, по сути дела. За тридцать лет, прикиньте, со здорового человека реально, блин, вырастет уже какой-то психопат. Ну вот это жесть! Они несли свой крест, но крест-то оказался живым человеком. И еще один момент, смотрите, он все время сидит... Сколько есть глухонемых людей, которые, ну типа, в социуме, ну нормально, типа, они там... Да, язык жестов, но не ухожен, они работают и так далее. Тут реально просто забили болт на ребенка и вот имеем то, что получилось. Где возле окна? То есть, он, видимо, стремился все-таки к какому-то общению. Где-то подсознательно это было. Мария, вы ведь после того, как убрали в этой квартире, еще несколько раз туда возвращались и приходили. Почему? Расскажите. Ну, мы приходили... Найперше мы зібрали наших ютчат-двирников и так же работники были социальной службы. И мы там просто навели элементарный порядок. Как Микола реагировал на все эти работы и на вас все? Да, вот квартиру и слюсарями. Он сидел вот тут біля векна, потому что он постоянно там сидел, потому что там есть батарея. Он, наверное, он, наверное, и грелся целую зиму около той батареи. Он все там сидел. Он так гудел и вот так, как, наверное, хотел себя, знаете, захистить. Мы хав руками, потому что пришли чужие люди, которых он не знает. А что он ехал в эти дни, когда мамы не было поля? В эти дни суседи им давали ести, потому что мы очень тесно работали с сусидами. И сусидка с первого поверхности, вот паня Стеха, сусидка с рядом квартиры, они по черзе носили ему ести. Там также приходил родины. А він не плодал, он у него более seasonALLY Prix DAVE. В Tonche А как он реагировал на то, чтоб вы приходите? Знаете, первый день он, как я пошла, я была первой, а сзади другая сусидка. Он не был буйный, я не видел difference в него Вон до меня только смотрелся, знаете, глубоко в очи, так creёль14, так как глухо нет человека. Глубоко camera смотрелся, потому что он ждал, что люди до него придут еще 29 лет назад. Наши журналисты побывали в Снятинском психоневрологическом интернате и познакомились с Николаем. Внимание на экран. Чувак выехал. Это, в основном, палата, где живет Микола. Он до нас поступил недавно. У него неналежный взгляд. Солнечный взгляд был непривабливый. Нервы отравлены. Есть проблемы с немного с упорным руковым аппаратом. То, что он хочет быть закутан, видно, что он может быть в памяти, что ему было холодно. И он любит быть закутан. Хочешь накрыться, чтобы тебе было теплень. Но, видите, сегодня нет такого агрессивного ставления, что хорошо девчата с ним работают. Смотрите, никого не кусает, никого не убивает. Как ты? Бабыца? Квалка? Пацанечка. Просто 30 лет убили пацана. Я не представляю, вот так закрыть в четырех стенах, типа, больная мамаша и так далее. А батя что? И тупо вот, что бы было с психикой у человека, которого 30 лет держать просто в четырех стенах. Не выйдет ничего. Я даже боюсь представить, чтобы с моей кухой произошло бы. Я приглашаю в студию врача-психиатра Снятинского психоневрологического интерната Михаила Давидовича. Хочу сказать, что Микола до нашего заклада поступил в очень запущенном состоянии. В данный момент мы проводим реабилитацию, чтобы улучшить его состояние и адаптировать. А этот запущенный состояние, он в чем проявлялся? Он был непостережен, непомитый. Он боялся людей. И агрессию проявлял, так? Ну, как бы не агрессию, а как бы он хотел заховаться. Заховаться от людей, как бы защитить себя. Мы понимаем, что Микола... То есть, в принципе, я говорю даже об этом, что чувак был не агрессивным. Он тупо был как отшельником. Он не ходит, так? Как вы думаете, что есть шансы, что он встанен? Сейчас он не ходит. Мы проводим реабилитацию. У него выявили ревматизм. И проводим курс леков. И с часом пролекуем. И проведем реабилитацию. И он думает, что сможет переслутаться. Микола, лет 30, если не больше, в принципе, не выходил за межи своей квартиры. И сейчас такой переезд до психонаврологического интерната... Это вообще как будто другая жизнь началась. Как он это перенес? Как эта дорога прошла? Он сначала ховался, накрывался ковдрою. Старался, как бы, заховаться от людей. Но сейчас уже заметны изменения. Он уже не боится того окружения. Он привыкает к жителей нашего интерната. Он привыкает к работникам. И как бы, больше стаил впевненный. А скажите, пожалуйста, а вот эти проблемы с здоровьем... ...з народжения, чи это все-таки набутое в связи с тем, что ця людина была 29 лет обмежена? С того, что народжение, это он не чует. На мою думку, он же был изолированный от общества. Эти все годы. И он же не был... То есть это не причина захворювания, конкретно психологического разлада? Если он за несколько дней уже начал привыкать к обстановке дома-интерната, то, естественно, это набутое из-за того, что он был изолирован. Если бы цей дитине в 5 лет вставили слуховые аппараты, то сегодня бы это была абсолютно адаптована в социуме людина. Даже если бы не вставили слуховые аппараты, тогда, например, таких особо слуховых не было, как сейчас там кахлеарные импланты и так далее. Просто им бы занимались бы, там, язык жеста, блин, ну серьезно. Правда? Ну, мы не можем сказать, что абсолютно, но во всяком случае это был бы совершенно не тот человек. Наши журналисты застали Николая за обедом. Внимание. То есть он даже не ест самостоятельно? Ну, по родителям грохнули ребенка. Он не может есть сам? Нет, это... Он не ест сам? Может, может. Такие дужи раскидают. Просто засырает сильно, поэтому решили его покормить. Вот так, молодец. Вот он сам ест. То просто аппараты его кормили а-ля первым, и они поняли, чтобы он не обляпался так сильно, а уже второе дали ему самому поесть. Вот так, дай ей цикань ест. Еще трошки. Трошки друга съешь, Никол. На. Бери. Ну, ты бы. Ты бы кусай. Какого? Бери. Так. Так. На. Бери, куй. Немножко так ужин сейчас. Все. На. ну вот очевидно у него судя по тому как он держит ложку него моторика нарушена сюда там не только моторика там все наружу ходи даже не может прикиньте тупо 30 лет сидеть дома я вообще не представляю когда мне сейчас 30 это в принципе вот как только родился представить хотя бы это я даже в голове даже это уложиться не может это это вот может о чем-то говорить потому что я не совсем понимаю если он ну до какого-то возраста он бегал играл с детьми то есть ну понятно он уже умел есть ложкой то есть у него эти навыки они а тропировать или как или что это знаете если мама его кормила сама да вот взяла на себе такую обязанность все делать за него кормите вы проще то навыки могли забыть а вот интересно какой уровень развития сейчас у николая ну так мы знаем ему 39 роков а загалом скейки 5 6 ну десь десь в этих межах так он кого-то сгадывает из родных в який способ не было такого чтобы кого-то сгадывал скажите а до речи его привезли ж не просто самого привезли в визочку какие-то документы в него были при оформлении при оформлении были документы что самое паспорт направление и медичная карточка с оглядом специалистов перед направлением а какие документы про склад родины про склад родины не было в этой странной квартире наши журналисты обнаружили не только фотографии но и один важный документ это свидетельство о рождении давайте его посмотрим сейчас покажите пожалуйста и что он удаст свидетельство о рождении она в альбоме хранится у меня такое в этом свидетельство о рождении мы видим ну по такая же у меня книжечка такая ссср там написано игорь петрович хомич хотя я родился вообще не в ссср но я так думаю тогда просто использовали чтобы не выкидать в девяносто втором году но мне тупо один в один такая книжка ламинирован отец хомич пётр иванович и хомич александра николаевна а причем это повторное у нее свидетельство о рождении то есть возможно у них был еще один ребенок да да кроме николая так они степа действительно был брат или есть брат у них брат старший приблизно на два роки брат а он игорь так я бачила его тоже маленького уроки ну 56 он не ходил еще в школу мати шура як мы не тут называем александра михайлоевна вона его вид везла до своих батьків и там залишила все бишь и стихпер не бачил его никто его не бачил наши журналисты разыскали крестную того самого игоря я приглашаю в студию марии дудку добрый вечер студия я хочу сказать что у той семьи был еще один хлопчик якому вы поможете было четыре рожки и воне его везли до своих родичей у краснодар у краснодаре вон прожил ему 41 рік и вон так и за себе не дав знать где вине и что он робит и где он перебувает а лишь вы хрищена мама так все на маме я ездила до своего брата в краснодар и мы и вы по який линии вы яка родичка до родины помощи вы кто батька его до петра вы кто я сестра и он мне брат двоюродные 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 ага двоюродная сестра петра и вы христили игоря 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 мы христили так что вы про него памятаете когда вы его бачили востанне ну я его памятаю маленького потому что когда родился коля шура забрала и по ехала у краснодар у краснодара он хворил игорь старший сынок у него так а самопроблема якись вади были с здоровьем у него асматичным он не задыхался аж повитря не письмо но он не глухонемый не 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 он прекрасно чув прекрасно говори все и они поехали в краснодар и она там к его четыре ручки она лишила а чого она его лишила она пояснила вам ему там климат подходил он не задыхался астмы он не мав а тут ему климат не подходил а они туди наведывалися до него ездили они до него не ездили они могли десь колес якусь посилочку висла ти ему то еще за тих часів а потом они уже взагалі за него забыли ну а вы запитывали у них я ездила я ездила до своего брата в гости в краснодар и кажу шура кажу я еду до брата я б хотела может вы что-то передать ему она сказала не надо его тревожить все и вы его не видели ему это прикольно были родители чему-то рады являться что они забили на этого ребенка из там того четыре года кота отправили бляда и хрен с ним акил коли брат ехал до нас гостя на украину венего привозил сюди и брат скільки десять днів по гостювал и забрал его назад поехал и все еще его не было а зараз вы что знаете про него ну брат дзвонил до меня и сказал каже что игор приходил до моего сына он делает журналистом устраиваться на работу каже и они поспілкувалися поговорили сказал он рассказал каже что я маю родину на украине а игор как почуто и сразу как пішов и так больше не приходит а чему он ховается от родителей они его не выховали они их не признают вы часто бывали у будинку своего брата двоюродного я до квартиры я до него не я приходила тоди они меня не упустили только так но я за порог поклала и они сразу сказали мне что они не хочу чтобы не ехать не там до него не заходит а потом другий раз я приходила что сестра передала им села передала им сумку передала там все шо маятки в селе что корова молоко и вна передала им туди у кавуш я кажу до сестры кажу типу звони кажу бо я на пятий поверх не зайду бо я не одна кажу типу звони нехай кто-то зйде шура зійшла на низ али вна як побачила и и я просто жахнулась и у ней бустрашный вигляд не помита была грязно волос у нее чему а чему они так такие такими стали то вона такая нехлюйна была была спочатку колоней треба вот так чашку взяла одну попила поставила другу взяла попила поставила мглаза целый день она могла колосса без 15 чашок поскладать як дитина родилася стирати пиланки вона не стирала вона шо дитина поробила вна підліжко підліжко а бабця приходила не могла на то дивиться вна то діставала стара жінка йшла стирала вона так а нехлюйна була спочатку скажите отже свого похрестника ви не бачили вже дуже давно а знаете что микола зараз находится в специализованому закладе вы уже его виды дали коля я до шури ездила а до николы я еще не ездила на студии галина фенчук врач психиатр ивано-франковского герриатрического пансионата здравствуйте в каком состоянии вам поступила александра хомич дуже виснажена астенизована анемия середнего ступеня низкого відживлення ну в лежачому стану поступила однако при спілкувании паня олександра была целиком орієнтована орієнтована в місце просторе часе и власне особи зараз ей стан вдалося стабілізувати паня олександра перенесла ишемічний инсульт и зараз ми боремся з залишками ишемічного инсульту гострі розлади москового кровобігу були в на і ну і вона зараз лежача але реабилітується вона згадує когось з рідних своїх синів в больниці принесла коли я питала чи Микола маєш якогось братьев сестер так есть игр я запитала дэвин он безопасность зачем родители держали сына в заперти и что стало этому причиной откровение мама николая в эксклюзивном интервью нашим журналистам сразу после рекламы не пропустите там откровение будет я так понимаю там маму были проблемы с головой и сын так же сам журналистам пострадал все это ток шоу касается каждого темы эфира тайна странной квартиры мы говорим о том почему люди закрываются от мира и не доверяют даже самым близким родственникам мы продолжаем наши журналисты долго ждали разрешения пообщаться с александрой хомич поскольку она была настолько ослаблена что не могла даже говорить и все таки буквально на днях она заговорила и у нас есть это небольшое эксклюзивное интервью давайте посмотрим все вместе внимание у вас я знаю есть сын расскажите о своем сыночке он техникум закончил а как его зовут игорь а у вас один икорь в семье или еще есть детки икорь а вот лучше бог не может расскажите о коле о коле я мало что могу сказать я не выпускал его на улице потому что вы может машина сбить возможно с ним гуляли где-то ну возможно за ручку а я не гуляла с ним я гуляла до доли лет до пяти до пяти лет гуляла до пяти лет гуляла он подписаться захотел девочка одна увидела стала смеяться она стала смеяться и он присвятого отказался на улицу уходить а послышать а вот когда возможно коля вот стал ну уже чуть постарше да вот может выходили как-то с ними или или постоянно сидели дома сидели а в том что уже другие дети его и принять не могут а он сам не хотел учить а люди у нас такие что как не такой а то сразу пальцем тыкают наши скрывать на свои свои недостатки вы скучаете за сыном кофе скучаю конечно и вышли ты здесь не защитит он дает человек как или какая-либо кто обратите внимание насколько образная и хорошая речь у нее она не говорит как мало образованная какая-то женщина то есть сильно вот эти книги там кто-то читал у нее очень связанная литературная речь и мы видим что тут гиперопека над ребенком боясь его потерять интересная фраза что если из какие-то недостатки нужно скрывать значит она тоже была жертвой какого-то психо она была психологически травмирована и когда ребенку что-то говорили не совсем приятно это была болезненно для нее и мы видим что тут не было сепарации от ребенка она не смогла его отпустить то есть она как с ребенком единое целое почему же николай оказался изолирована внешнего мира давайте спросим у его родной тетя я приглашаю в студию мария на рожняк я хочу сказать а так мне не дуже боляче девяти зараз по телевизору слухати за ту дитину несчастную за свою за своего брата свою братову не знаю так мне и дуже боляче дивитесь что через что то воно так сталося я им сталося за за что не вчера сталося и не позавчора они уже 30 роков як минимум як зачинили дверей перед усим перед усим світом и перед вами в том числе чому я не знаю скрики я ходить и ходила бувало так открывай бува и не открывай скажите а коли саме в яком уроке вас вперше не пустив брат до себе додому около 15 роков після того ягна мала инсульт и в нас сказала что она через меня не маяла инсульт это не один так а я совсем не при чому не было скажите 15 роков тому в ци оселлю умови были инши чи таки саму я робила раз ремонт я им билила в день меня попросить попросил каже поможи меню зробити ремонт я побилила было это сколько лет тому ну я не могу вам сказать что это было может и ну 30 да то что было до инсульта то что было до инсульта то что было до инсульта тобто ця квартира зараз яку мы бачим это вона після того как там прибрали чи что то уже теперка мы прибрали я 40 дней уходила то там было еще гирше я 40 дней уходила після похорон я ходила 40 днём прибирала носила дитине ести через день правда бо потім это уже убрано помагали скажите чему вашему племяннику миколе никто не приделяв жодною уваги никто не займався его реабилитацией никто его не отвели до специализованного заклада а коли відвели забрали назад я пішла звернула мне уже было просто надоело вона то что хочет открывает хочет не открывает дверей как открывает дверей уходи принесла сумку уходи ну уже так мне было вы знаете надоело я почала с ней кричать нога его как двое докупы рама вот такая велика тут устава вся в гноях говорю что ты ничего не робишь ходи в лекарню я тебе поможу не пішли с сестрой еще одно из наших лекаря хирурга договорилась он каже привезет меня я не годен стати на ногу я не зйду но ты якось помалу я тебе поможу такси найму я не могу и так вона стояла та нога никто не хотів ничего помочить я коли прийшла до него почала каже ей створитесь а вона мені вон ты хочешь мою квартиру аби ти сдохла би твоя стара сдохла аби твій сын сдох а вот это кто робив в кимнате ось ци поручни якийсь батько петро зробити зроби для кого ну щось він на ногу не годен стати був я не знаю він у селі бягати бігаю і коли я ще приходила він ходив по кимнаті а потім я не знаю чого а в якому році він це зробив я не знаю може п'ять років тому скажи більшості коли я не прийду він коли вікна сидить а чому ви не викликали лікаря щоб він прийшов сюди додому і оглянув всіх а вона сказала це моя дитина не тебе не обходить все скажіть кого ви звинувачуєте що родина вашого брата опинилася от в такому стані і така доля всіх спідкала я звинувачую і його і її у тому я його звинувачую бо так як батько він повинен був ту дитину не підходить той інтернат дай у другий інтернат якщо він відсталий від своїх руків є якісь інші інтернати можливо тоді в той час треба було бити тривогу так три роки назад як це топило я звернулася соціальну службу і завернулася уже як я завернула кажу поможіть щось поможіть бо кажу там ужасно пройшло а чому тільки лише три роки тому чому не раніше ну я не знаю чому я раніше я знаю я саме маю свою сім'ю а що буде з квартирою тепер я би хотіла був син що що хотіла син аби би не йшли ігора сина ага я би хотіла бо той той син я вам скажу він від мами нічого не заслужив я та дитина нічого не мала ні ласки від мами ні любові слухайте а Микола бачив любов на вашу думку і ласку від мами ну вона так гладила його на раз по голубці а яка доля може спідкати цю квартиру якщо батька немає і матір ми розуміємо вона взагалі наскільки я тільки що я дізналася що ця квартира не приватизована тобто це державна квартира це квартира яка знаходиться в комунальній власності вони не є власниками квартири на сьогодні права на приватизацію мають ті хто там прописаний а тобто це Микола та Олександра а Микола вже виписані з квартири а його прописали в інтернаті тобто не прописаний він до вічності тамка а тобто тільки Олександра прописана так тільки Олександра квартира не приватизована ну якщо Олександра найближчим часом не приватизує цю квартиру то ніхто не буде мати права на цю квартиру нашим журналістам удалось зв'язатися з родной сістрой Олександрі Хоміч которая живет в Краснодарі ось що она розказала нам по телефону я званю вам з України з Києва знаєте такого хоміч Олександру? да знаю, це моя сестра це родна сестра ваша? да, родна сестра последній раз, коли ви виділись? було дуже давно ще в советське время можна сказати даже не знаю, може в 80-х ще годах в начале, дуже давно я журналист розыскиваю родственника в Олександру потому, що у неї сейчас сложна ситуація в житті вона уехала ще в советське время категорически були родителі з-за цього боліли з-за неї а тепер ми должны їхати витаскивати її по своєй дурності она уехала туди родителі все делали все, що могли дали їй образовання она закончила здесь на станкостроительный технікум по профессії холодильщик у неї есть сын здесь в Краснодаре в первое время приїжджала и даже со вторым ребёнком приїжджала и с мужем приїжджала а потом прекратила приїжджати считала, що родители справятся з воспитанням її ребёнка і не інтересовалась їм вообще не званила не передавала очень редко інтересовалась очень редко писала і в конечному втогі він вырос дуже обижена на неї він считає, що вона його бросила і убедити його в цьому дуже складно в итоге чоловік получився обозлённий на всіх коли вона була зболі мене здорова у нас не було ми не могли понять друг друга ось сейчас в чём нужна помощь? її треба забрати? или що треба зробити? ну забрати я не можу її ви розумієте вона гражданська другої країни к себе я не можу забрати я вам кажу я сама інвалід і муж у мене інвалід ну вот обратитесь пожалуйста у всього вистового там є її родственники поможуть ми чим зможем, тим поможем а якщо треба буде взяти опеку у нас с Николаем ви це зможете зробити? нема кому взяти колю нема кому нема кому так коли треба ну вот помочь Александре оформити квартиру в цим займётесь? я можу тільки щоб вона дала згоду щоб вона дала згоду я можу її приватизувати бо вона зараз вона говорит зараз так я тобі розрешу а потім доказати уйди уйди їй нужно просто подготовить сам текст доверенності в якому буде написано на що уполномачивається чоловік чоловік уполномачивається на осуществление приватизации в її пользу объяснить що в настоящее время вона не владеється по сути дела квартира не її а для Николая я думаю це лучший вариант що він знаходиться в домі інтернації на сьогоднішній день це найкращий вона це це якщо ви знаєте що за стіною чи в соседнім домі біда чи кто-то нуждається в помощі не будьте равнодушними і главное не будьте чужими це важно і це касається каждого пісіба 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 ну і нахрен такую жизнь що скажете як вам я б так би не прикиньте тупо тридцать плюс лет так прожить охренеть просто с радостью прочитаю ваші комментарии буду благодарен за лайк і увидимся в нових выпусках всем пока